Субтитры делал DimaTorzok И мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation В прошлой серии мы с вами вот такую тачаночку прикупили, прикольную, Алтеску Ну и соответственно прошли на ней одноименный чемпионат Вот, и не все гонки правда выиграли, но главное в чемпионате стали первыми Так, ну а под эту серию мы с вами, помнится, готовили другую гоночную тачку Не побоюсь этого слова Вот она, великолепный Ярис, он же Витц Вот такого гламурного розового цвета Ну и собственно говоря он у нас уже прокачанный И сейчас мы поедем в чемпионат имени его теперь Имени Яриса Витца Монокубок У нас с вами тут осталось не так много гонок в Бигиннере Пора уже из Еслейта переходить в садик Вот поэтому осталось вот Ярис проедем В этой серии потом Жук Останется у нас и Сильвер Эрроу Да, но блин, деньги неумолимо кончаются Я даже не знаю, хватит ли у нас, например, на Жука Так, ну что, поехали Что у нас тут? Все, Рулис Аплу Ой, а что это там? Только за первых два места дают деньги здесь? Интересно Здесь, кстати, не по рублю, здесь по пять тысяч дают Ммм, интересно Может быть даже здесь тогда это Еще прокачи не будут Вполне возможно, что Ярис придется наш с вами Еще поднавернуть О, они все на Ярисах Евро Эдишн А у нас Ярис РС Интересно Ну давайте посмотрим Как он себя будет вести На фоне Евро Яриса Ой, блин, не подключал эти Трекшн контролли всякие Так, просто у нас РИМ Да, и все, и что-то они Со второй пошли в отрыв Да По мощностям мы, конечно, проигрываем Два круга И... Печально Здесь, по идее, брусчатка Вот эта Должен джойстик, по идее Вибрировать Но что-то не вибрировать Блин, тяжко будет Так, ладно, давайте, чтобы время не терять Да Да Надо, короче, его еще поднавернуть Еще, yes Еще На СТО съездить Что-нибудь качнуть И тогда вернемся Так В принципе, не так много, я так думаю Надо Там много, наверное В отношении Яриса Это вообще неприменимое слово Так Энтеркулера, по-моему, нету Да Че, не могу эту бину ставить Первую ставить Блин, ну вторая совсем дорогая Так 180 лошадей сразу у него, да Станет Ну это прилично Очень прилично Давайте возьмем Ладно Эх, расходы непредвиденные Думаю Ну, зато там по 5000 дают Есть за что бороться Если Все-таки в каждой гонке выигрывать То Да Да и все, наверное Так, колеса же мы купили Спортив Да Ну все, ладно Я надеюсь, что этого Что этого хватит Так Ладно Так Че у нас Лагуна Токио Для у нас За Лагуну тоже Вот из-за Токио Не переживаю Первые три трассы Такие Блин Даже на мощной тачке Тут, блин Не факт, что выиграешь Хотя Рим Прикольная трасса За второй часть Она появилась По сути Она только в двух частях И была, да Второй и третьей Четвертой Ее уже нету Пятой Рим Вернули Но Уже не такой Ну Ну Рим 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 Вернули Ну Ну Че Теперь то Там тоже Сначала Нормально Ну Так Сейчас Волю Правда Все равно Нет такого Что Это Намного Были бы там Мощнее И вообще Мощнее Короче На равных Бьемся Мять Ярисович Ярис Тырис Так Тоже Сейчас Надо будет Вычленять Наших Соперников Все одинаковые Названия По цветам Сейчас будем Разбираться Вот где Че Гораз Эх Покрышки Вы еще Слики Что Так Не до скала Блин Мощное Недостаточно Ничего себе Блин Мама Классика Тапочка Че У них По 200 Лошадей Вообще Я его даже Слипстриме Не догоняю Ай Тихо А Облокотившись Прошли А С такими Ребятами Хрен Расслабишься Сейчас пойдет самый снежный участок. Почитал комментарии. Под видосом, который в очередную серию прохождения. Господи, вы уже. Там за E3 речь зашла. Да, конечно, так как меня не было места. Вообще E3, получается, и не обсуждали. Ау, чуть-чуть как подбросил. Sony, конечно, порадовало. Блин, показали наконец-таки геймплей и вообще подробности резидента переиздания второго. И это круто, черт возьми. Очень резидент второй понравился. Это, как мы знаем, Capcom в голову пришла идея после того, как там энтузиасты начали переделывать второй резик. И он был достаточно классный. Но то, что делает Capcom, конечно, это вообще супер. Это на разные вещи даже. То, чем занимались ребята, вот, фанаты. Вообще они прям, ну это, я не знаю, это даже не переиздание. Это прям ремейк такой. По сути, вообще новая игра. То есть там сюжет только будет старый, а механика все будет как в современную игру. Без-за плеча. Или там от третьего лица. Смотри, микрофон, конечно. Очень круто. Так, ну ладно, вот мы начали с победы. Что у нас там следующая? Лагуна Сека? Так, давайте, давайте мне. Так вот. Значит. Вращаемся. Е3. Sony Resident Evil 2. Переиздание. Ремейк полноценный. Круто было снова увидеть Леона со всем пацаном еще молодой. Полицейский. Ракурс Сити. Первый день. Все дела. Клэр тоже прям совсем девчушка молодая. Правда ее как-то... Что-то ее переделали. Какая-то она, по-моему, слишком самозливая получилась. Какая-то такая вот. Осовременили ее. Какие-то губы ей сделали такие пышные. Как-то она туда вкачала там... Что-то сейчас вкачем. Лотекс какой-нибудь. Это вот... Еще-то не знаю. Клэр мне как-то пока неоднозначно. А Леон прикольно. 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 Получится. Конечно, даже... От тех концепций, которые у них были вот до этого, они сильно ушли в персонажа. То есть, Клэр совсем не похожа на то, что... Какой она была раньше. В принципе, вот если взять... Тот же Резидент. Вероника, она там еще достаточно молодая. Или даже пультики взять или как называется CGI-фильмы. То есть, здесь она в ремейке совсем не похожа на себя. Ну, может, какую-то актрису взяли другую. За образ ее. Ладно, не суд. Самое главное, что, по крайней мере, из того, что сейчас нам показали, вроде бы, что игра будет очень крутой. Классный ремейк, конечно. Вот, учитесь все, как надо делать ремейки. Блин, еще бы. Ремейк мы забабахали. Третьего Резика. Ну, думаю, если сейчас вторая часть зайдет, а я думаю, что она зайдет и ее купят хорошо. В принципе, и старые фанаты по-любому. Да и новые тоже. Потому что игра нуля. Сопременная теперь. Да и классические зомби вращаются. Это всегда круто. Это как, я не знаю, наличие лука в игре сразу. Плюс 30. Харизме. Ха-ха. Добавляет. Так и здесь зомби. Это настоящий зомби. Это прям круто. Вот. Так что, думаю, что в следующем ремейке как раз будет третий Резидент. Немесис, представляете, с новым графомчиком. А-а-а, вся вот эта вот беготня не буду. Блин, Старс. Ох, у меня аж мурашки, блин, побежали. Ха-ха. Сам себя вдохновил. Ха-ха. Вот. Потом, что еще? Мне понравилась Ghost of Tsushima. Такая прям презентация была крутая. Понятно, что там как бы профессионалы играли. Достаточно так это постановочно все было. Но все равно вот та битва, например, с женщиной на поле там, когда камера раз вроде и так отлетела назад сбоку. Ну, то есть это прям круто смотрелось. Графон просто нереальный какой-то. Ну, там скорее не сам графон, а вот дизайн, дизайн освещения тоже очень круто. Поэтому смотрится шикарно, конечно. Поединки вот эти вот очень такие кровавые тоже. Тоже нравится, что нет вот этих соплей типа там, а давайте-ка рейтинг сделаем пониже, чтобы как можно больше людям продать. Кровища так кровища режут, там все отрубают. Круто. Вот, готов. И так, опять рубасиков. Хорошо. Еще что хорошо, мы как бы получается наяристо денег на покупку не тратили, мы только на прокачку. Так что я думаю, по крайней мере эти деньги отобьем. И даже, наверное, приумножим просто. Понравился проект, я правда забыл, как он называется. От этих, от Remedy. Новый проект. Ну, типа его называют допиленным Quantum Break. То есть там, какая-то девчонка в каком-то гиперхубе была. Ну, реально, мне вот напомнило гиперхуб. Ну, фильм уже знаете. Мне вот все это напомнило именно трилогию. Ну, все эти какие-то сюрреалистичные там вещи, что там и комнаты трансформировались, и не только она там телекинеза попадает, но еще и, на самом деле, дом или офис, и я думаю, что там вводим про дом, и вот он прям прям весь. Реально. Не знаю, может быть с какой-то параллельной реальности что-нибудь там с реальностью случилось. Разлом какой-то. Ну, в общем, такое прикольное. По крайней мере, с первого взгляда там геймплей это почти не показали. Заинтриговали. Ну, Кодзима опять, конечно, он, блин, умудряется каким-то макаром... Чем больше, блин, показывают роликов каких-то геймплейных вещей, то понятнее игра совсем не становится этих стрендов. Сейчас вот геймплей привезли уже прям такой полноценный. Ну, что это вообще ничего непонятного, потому что сразу шутки пришли, чтобы алмагрибусы так напочтали в печке. Ну, черт возьми, все равно интригует. Ну, что же там будет такое? Кстати, недавно в интернете, на ролике я, по-моему, группу его кидал. Не знаю, смотрели вы или нет. Да, я кидал. Там какая-то безумная вообще теория, что Death Stranding это приквел МГС. И там такие доводы приводятся некоторые, но с которыми вообще не поспоришь. Неужели это не так? То есть чувак там столько упоролся. Правда, я скидывал адаптацию StopGamer. Вася Кольперов адаптировал все это дело в такой мини-фильм о Веллесе. Вот. Но, черт возьми, это круто. Я уже постарался помогать. Правда, есть факты, если оригинал видео смотреть, то такие, которые прям совсем за уши притянут. И с ними, конечно, можно спорить как угодно. Но есть факты прям такие, с которыми ты не споришь там. Вот поэтому, если кто желает, можете сами на Ютубе найти. Я сейчас уже не помню, как чувака зовут, как это канал называется. Но его легко найти, если убить что-то типа Death Stranding. Теория, типа, что Death Stranding, это МГС, прикрыл МГС. Там три видоса у него, у этого чувака. Там больше часа не идут, по-моему. Достаточно интересно посмотреть там, если время выбрать. Не поленитесь, поглядите. Но я все-таки не думаю, что один из его доводов... Ну, то есть, в принципе, вся эта теория может разбиться об одним единственных фактах. Прав у Хатимина свою серию нету на Metal Gear Solid. Они остались утонами. Все, на этом точке. Как бы вся эта теория тогда сразу идет на МГС. Но он и это там каким-то макаром оправдывает, что типа... Так, сейчас. Ага, вот. Все. Оправдывает тем, что, мол, это один большой заговор вместе с Konami, Kozima и, может быть, Sony. Ради того, чтобы раскрутить крутой франчайз, да? Ну, это тоже, мне кажется, прям совсем за уши. То есть, многомиллионная корпорация, что там такое выделывало. Что даже Phantom Pain 5 выпустили недоделанным, вот чтобы, короче, весь этот скандал раскрутить. Я, как бы, был липовым. Короче, конечно. Но очень, очень сильно с трудом верится. Поэтому, ну, все равно, все равно видосик интересный, я бы, там. Прикольно даже просто посмотреть, как вот он все же это находил, как-то вот связывал между собой. У него действительно, наверное, дома есть какая-то, как бы, доска, вот как в шпионских фильмах показывают. Где он там ниточками всякими это все связывает между собой, там, на карте, там, так. Лицо Ходзимы, там, Konami, Sony, все как-то между собой связано. Вот. Прикольно, конечно, прикольно. Вот. Ну, так, в принципе, наверное, все, что там на Sony. Конференция, конечно, была слабее, чем прошлый год. Вот. Даже в прошлые несколько лет, года три, наверное, это такая послабее была. Но все равно, на мой взгляд, Sony-то покруче будет. То есть, все равно у них эксклюзивов. Так, блин, я же все хочу отключить. Помощники. А, еще же это, Last of Us привезли. Last of Us. Вот. И геймплей показали прям большой кусок. Элли уже такую, достаточно, повзрослевшую. Кстати, ее, по-моему, тоже немножко изменили, внешний вид. Отличается от того, что мы видели в первом ролике. Где ее показывали. Она сейчас, действительно, стала гораздо больше Элли походить на актрису, вот, которая ее играет. Ну, все равно она, ее как бы не сильно так, ну, чуть-чуть подрихтовали. Апгрейдинг сделали. Вот. Ну, прикольно, блин. Тоже молодцы в моих итогах. Не знаю, что там будет с сюжетом. Приходит вот, в самом начале ролика, там, такие, не знаю, красотую итальянку или кто она там. Ну, по виду она, реально, как итальянка какая-то. Страшная такая, ну, поцелуй для меня, какая-то вот вся лесбийская тема, конечно, жесть. Ну, им там сложнее, понятно, на западе. Такая еще не поздно. Приезжайте, блин, в Россию. Тут всем наплевать. Тут, наоборот, вам еще и гневные письма будут, наоборот, писать, что что-то вы зашились со своей интали расти. Так что, welcome. Добро пожаловать в Россию. Вот. Но геймплейная часть была, конечно, крутая, прям. Тоже они не парятся с рейтингом этим. То есть, или там просто машина-убийца какая-то. В том смысле, что она, как-то, немножко, видать, потеряла какую-то такую... Человечность, что ли, что-то ей там, прям, ну, движет что-то такое. Ненависть какая-то, прям, лютая. Ну, вот, судя по всему. Потому что она так остервенела режет этих культистов или кто у них. Ну, понятно. Вот. Хотя тоже урон-повреждения получает. Там все реагирует живо, так, верно. То есть, анимации все эти... Классно, конечно. Классно. 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 Ну, и вот здесь, наверное, все. Ну, в общем, у Сони, да, я говорю, все равно была... Конференция. Такая крепкая. То, что там майки кому-то понравились. Ну, там... Там не сами майки-то, собственно, хороши. Там у Майкрософтов-то, как не было эксклюзивов, так и нету. Просто, что именно на их конференции показали там какие-то игры классные. Это, да, там шоу вроде как получилось. А по факту-то, как-то ничего не было, так и нету. Вот Сэмин Харайзен. Так что, такое себе представление. Ну, и беседка понравилась, конечно. Метезда. Молодцы. Fallout 76. Ну, на Fallout мне, если честно, так параллельно, в общем-то, я его... В современный Fallout я не играл. В последний Fallout, ну, я играл в Fallout 2, который еще и симметрический. Классика, так сказать, жанров. Так, куда это поедешь там? Ничего себе! Вуу! А, все, финиш. Я что-то думал, что еще у меня третьего вышло. Ничего себе, какой финиш, блин, как он... Втиснулся, ну, хорошо, что он... Балбес и улетел. Вот. Так. Ничего у нас там, по очкам. Так, триалман, по-моему, одна, да, трасса осталась, блин? Все. Полюбас уже выиграли, но... Конечно, будем все равно бить за закупетку. Последняя, по-моему, R5 последняя, да? Сколько я помню. Так. Ну, в общем, на конференции и беседке меня, естественно, больше всего порадовало это... А... Анонс... Анонс, мать его, The Elder Scrolls 6. Пусть он был вообще непонятный, ни о чем... Понятно, что игруха еще... Вообще, я не знаю. Только, наверное, сценарий, блин, написали. Короче, очень сырая и на самой ранней стадии разработки. Но... Молодцы, что анонсировали и, как бы, дали понять, что они работают. Причем, хоть она еще и очень сырая, и это понятно, но все равно они уже... Так же несколько лет на ней, значит, работают. Ну, то есть... Понятно, что какая-то небольшая, видимо, часть X-Rude занималась... Ну, вы понимаете, сами сценария, да? Ну, что они сами сказали, что изначально они... Продумывают концепцию, где будет проходить. Ну, это, естественно, отсюда идет сюжет, да. Ну, сейчас там куча разговоров в какой из провинций будет. Шестая часть. Многие сходятся, что... Hammerfell. Не знаю, я... Пока в лоре не очень сильно. Сильно у меня, кроме Skyrim, это плохо вообще ни в этом части. Слитков не играл. Никого узнает. Но работают, раз работают, значит, круто. И вполне возможно, кстати, что она выйдет только на следующем этапе. Я думаю, что... Года через три не раньше. Часть-то это как раз будет где-то там после двадцатого года, и там уже эту... Пейстэшн пять и... Пейстэшн пять и... Покс. Как... Карабокс. Ну, так что... Наверное... Либо будет переходным каким-то, что и на дынешнем поколении выйдет, но уже... Видающим. Показания электросчетчика. Не снимать. Эээ... Так, куда это укатывать? Ну, короче, вот. Так что... В беседке чё там ещё? Ну, Doom прикольный был. Молодцы, что они оживляют тоже старую классику. Красавчик. Вообще, вот эти вот... Шутаны... Типа... Doom'а, Вульфа... Вульфенштейна смысла. Классно, что они возрождаются. И... Главное, имеют популярность. Ну, такую не слабую. Раскупаются. Я как бы сам не играл. И вот, ну, из... Оживших, так сказать, классик этих. Вот. Но... Мне просто радостно. Потому что я говорю, мне жанр шутеров как-то... В одно время перестал нравиться. И, собственно говоря, это так есть и до сих пор. Но мне просто приятно. За... Сам жанром. За... Жанром. Потому что там, где особо-то и сюжета нет. Просто... Тупо идёшь, и месишь, и укрошишь всех подряд. Классно. Без заморочек, так сказать. Чисто... чистый геймплей. Хотя в Эйнштейне там есть уже 200. Клюк. И хотя бы мини. А в Унини и того нету. О-о-о-о. Так... Ну так... И что... Все. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот пока ездили в чемпионат. Обсудили с вами Е3. Неплохо. Вот. А остальные конференции я даже обсуждать не хочу. Ничего там... Я их толком не смотрел, вот, я смотрел плотно вот только три конференции прямо от начала до конца, не проматывая, это Sony, Беседку и Microsoft, и остальные такое себе. Ничего там особого, Ubisoft, очередной, Assassin's Creed, где Принц Персии, ё-моё, новый, отважный, да и линус, вы как запустили, блин, с этим Assassin's Creed, но на сейчас вот уже вот здесь вот по трёх горло стоит, хотя игра там вроде неплохая, всё, ну, то, что они дуют, благо они хоть ушли от этой модели каждый год по игре, ну, ё-моё, ребята, вы чё? Так, чё, чё нам дадут ещё за этот, мне интересно, за чемпионат, да? Сколько баблища насыпят. Десятку всего? Куба больше, да? О, кубок, кубки-то, смотрите, разные, там у нас был чувак такой, ой, сейчас, здесь просто классический, вот, 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 красивый. Так, ну чё, семидесятка, то есть поправили мысль положения, мы начинали с сороковочкой сегодня, а вот заканчиваем с семидесяткой. Может, нам даже на жуках хватит, сейчас давайте зайдём, посмотрим. А, сейчас, да, да, чуть-чуть. Вот, вперёд. Да ладно, ну зачем вот давать то, что и так есть? Вы смеётесь, что ли? Кому он сейчас нужен? Ярис? Вот, какая логика должна быть вообще? Если я этот чемпионат уже прошёл, значит, ну точно у меня есть эта машина, ну зачем ещё одну такую же давать-то, ёлки-палки? Мать вашу, я либо её купил уже, либо она у меня была там где-то, вот, как у меня, да, может, выиграна была. А-а-а, кто-то меня, не понимаю я этого, у меня схемы чуть-чуть горят. Так, жук, да, давайте посмотрим, сколько жук стоит. Так, у нас тут тоже пять трасс. Рим, Гранд Волли, блин, Сиэтл, Вобра, ещё и Вобратку, это вообще кошмар. Здесь точно, в общем, Тест Курс, Ого. Ничего. Коу де Зур, Монак, да? Да, вот этот такой неслабый чемпионат. Тут вот две трассы, да вообще, блин, я не знаю, у нас победителей нет. Ладно. О, давайте зайдём в магазин. Так, а-а-а, что у нас там? Герр. Айр Вольфсваген? Так, а тут ничего кроме жуков и нету, да, глупо ещё. Так, ого. Да ладно. Так, интересно, вот есть жук за 15 тысяч, да, а есть вот прокаченный, который RSI. И на каком они там, и ровно, главное, 70 тысяч стоит. Этот пятнашку. Такой прямо жучочек, няшный. 115 лошадей. Уйдут, наверное, там, около под 300. Так, а можно же глянуть, да? Ну, потому что это очень важно, какой покупать-то. Давайте глянем, зайдём. Там же можно превью сделать. Там сейчас будет, как в других чемпионатах, все, допустим, жуки обычные, и один, который будет всех уделывать, он будет туда. Он будет вот этот прокачивать. Так. Так, да. Да, вот превью. Сейчас заценим, что у нас там за жучки, паучки. Вау, ещё и разноцветный. Короче, нет, все вон, как разогреться. А, вера, кто-то странный. Не включат. Серьёзно, выгодно, выгодно. Так, включать нельзя машину. Ой, короче, надо за 70-ку играть. Надо за 70-ку, я спрашиваю. Тоже, вот интересно, они тут за 70-ку. Кстати, я сейчас смотрю, это даже не за 70-ку, это же эти капли. Не прописано. Ой, шук, который там не продаётся же, да? У всех такие, это ещё круче. Так, интересно. Что тут за жук, но это вообще странно. Так, а блин, где его брать? Ну, значит, его за что-то дают. Так, а у нас его нету? Так, 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 с самого верха. Так, амара 2, скайлайн, надправился, наверное, с XTT, мазда, камара целикад, лансеры. Низма целикая, я есть мазда, фту, мазда. Странно. Смотрите, вот, вот этот там, кубковый, да, капец, капкар. Не, ну понятно, что можно, наверное, туда и на этом внедриться, так сказать. Так, а у него человеческие характеристики доступны. Какой он вообще? А, ну у него 201 лошадка. Да, лошадка. Такой, в принципе, примерно такой же, как и вот этот. Даже получается чуть-чуть слабее. У этого мощности побольше. И весит он чутка поменьше. Выдовый? Так, а этот какой? Тоже выдовый. Нет, это... Ты не приедаешь? У Л-6, нифига себе. Так. Это тоже передний кривой. А, у этого и движка вон. Четырёх. Прятная. Четырёх. Завидевая. Четырёх. 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 Ладненько, ладненько. Тогда купим этот вот за 70 тысяч. Ярис. А, нет, давайте ещё, знаете, что посмотрим на мерседесы. Мерседесы, интересно, все могут. Но там называется Silver Arrow. О, поэтому, видимо, любой мерседес можно. О, тут, короче, у нас пока денег хватает вообще только на один. СЛК-компрессор. Ай, вот ДТМ-овский есть. CLK. Чурикар. О, так что, в этой части ещё Макларена нету, что ли? СМС Макларен какой-то. Так, ладненько. Тогда в следующей серии, наверное, поедем на Вольсвагене, а там посмотрим. Там тоже 5 тысяч, блин, за победу всего дают. А, ну можно что-нибудь продать. Видс вот этот, который дали ему, можно продать сразу. Ну, тут копейка, конечно, стоит, понятное дело. Так, давайте его сразу продадим. Глаза не мазурят. Вот. Так, теперь, короче, у нас ещё что, Целика вот ещё есть, которую тоже можно продать. Она нам не шла, не ехала. В общем-то. Так, ну посмотрим. Если что, можно деньги. Можно ещё что-нибудь раллийное ему продать. И тогда уже. В общем, посмотрим. Посмотрим. Посмотрим, чё как. По крайней мере, на Жука нам уже денег хватит. Не знаю, может, его придётся чуть-чуть качнуть. Хотя он и так маленько мощнее, чем то, что там ездит. Ну, может, покрышки там купить ему. Вот. Как-то так. Ладно, на этом давайте серию завершим. Где у нас тут наш великий ужасный Кайярис? Вот. Пускай крутится. Розовенький, гламурный. Я сегодня как-то наделся не под эту машину. Она не подходит под цвет моей маечки. Ладно, с вами был, как всегда, Scooter. Канал Ни Слово об Играх. Надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующей серии.